Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас, по всей вероятности, 29 марта 2017 года. Приехал брат Никита Андреевич Колесников и привез флешку свою, на которую я записал, по моей просьбе, чтобы все записывали. Их там беседу, беседу с Романом Малыши, и тут же присутствует Виктор. Я немножко тронусь с места. Богоценного, Слово Животворящее, которое воскресает души. Как? И видение, сон, ну и нет. То есть все люди верующие у нас процентного. И по его жизни. Что ты глаза строишь? Да не строй, ты морду свою нормально. Смотри на меня. Что ты вот это начинаешь кривляться? Нет, посерьезно поговорить. Не подходят твои старцы, не подходят твои старцы под это описание. Ну нет таких сейчас. Ну нет. А то Никита говорит ему. Нет никаких сновидений, ничего нет. По твою писание подходит просто, да? Ну не сходится с Словом Божьим под 8-20. Не сходится. Я тебе библи не привожу. Я сейчас его опять тебе говорю. Ну не сходится твои старцы под Слово Божьим. Ну не сходится. Чипа еще не приняли, ни МАИННН. Никаких подземных городов, ничего это нету. Ну что ты кривляешься? Ты там проснулся? Ну вот я коротко показал, и тут пошли отзывы. Ну отзывов немало. Ты сам сейчас считай пока отзывы. И по порядку разберем, правильно или неправильно люди поняли. Вот здесь считай. Так, Диксент пишет. В этом ролике Никита хотел показать, как ошибается его брат во Христе, Роман. А он показал себя. Никита в этом ролике раскрыл свою суть, с какой злобой он говорит своему брату. Перебивает, несмотря на то, что Роман его старше. Даже с вами, Игнатий Тихонович, видно по другим видеороликам, как Никита злобствует. Тут больше нету еле. Так, ну какой бы ты ему ответил? Не по Диксенту считать. Ну я там писал ответ вроде под этим роликом. Ну да, именно. Другие, чтобы вы слышали, что? Что с какой ты злобой говоришь? Ну они как-то тебя определили, ты себя вроде и не показываешь даже. Говоришь, что ты съемки вел. Почему ты так с Романом разговаривал? Лицо, мордой назвал ему. Ну нехорошо это, становится блазняться. Нехорошо это, не надо говорить нехорошо. Это любому понятно, что нехорошо. А откуда это в тебе такое? Ну как-то, ты как представляешь, имею больше права разговаривать с ним более строго, ты или я с Романом? Вы, конечно. Ну почему я ему ни разу не сказал мордой? Морда это у животного. Да. Понимаешь как-то, то есть где-то ты перешел такую грань, где уже ты прошел, просто уже, как говорится, ветер только в голове, свистит сквозняк. И поэтому ты думал его обратить этим или осадить, или что? Да это вырвалось так уже, как бы, я уже не под контролем был. Было от избытка сердца, говорят, уста, то есть не вместилось. То есть с этим переполнено, но оно не вместилось. Из их это лопата, которая выбрасывает то, что не может вместить себя в Златоусте, говорит, лопата. Дальше. Вот говорит... Так, беседа Михаил Кальмая пишет. Да. Беда Никиты, что он все более и более утверждается в мнении. Главное в жизни христианина это приспособление к обстановке. То есть нужно приспособиться, чтобы жить с нами. 23.54. Три приспособься. Такой он уже не первый раз говорит, что главное приспособиться. А вот это показать ответа нужно три? Ну да, да, да. Так, вот что-то скрытое было, да? Так. Кто-то пишет. Вот это я такие выбрасываю сразу. Ни имени, ничего нету. Не пишите даже без имени. Я их сразу сейчас выкину. Дальше, что он пишет? Изучайте свои общины, науку, логики и диалектику, в частности, товарищи. Чтобы понять, как устроен этот мир. А то послушал я вас в этом видео, очень смешные все выводы. В головах стряпают. У вас тьма в плане знаний. Спасибо. Вот я тоже закрываю, заблокирую. Ни имени, ничего нет. Это воровские входят сюда. Даже не заходите. Михаил Кальмаев пишет. Так, не сужу, а советую. Молодость, горячность и ошибки это человеческое и исправимо. Просто показал Никите, что нужно убрать. Если он не согласен, то это его выбор, его путь. Но быть приспособленцем это беда, а не радость. Мне его просто жаль. А что ты ему ответишь? Ну я там ответил. Ну ты его знаешь. А что? Понимаешь, ты его Михаила знаешь. Так, отвечай. А что это тут не все? Ну как, я другой не могу сказать, что есть. А, не знаю, что там. У меня там длинный такой ответ. Ну может, в другом месте. Ну я не знаю, я просто встал утром. Сегодня вижу, что много отзывов. И решил так, чтобы ты сам ответил. Ну тихо, я могу сейчас... Ну меня там хороший ответ подготовил. Я сейчас не вспомню, как я там ответил. Ну я не ставил еще вот так. Может быть, в другом месте. Пройдем, когда всегда расскажешь. Ну ладно, ладно. Ну что я скажу? Про приспособленцев. Я ответил, что... Ну конкретно приспособления я Роману не говорил. А если и говорил, ну ладно, скажем так, что... Он понял, что приспособление. То, что с его слов я сказал приспособлениц. И имел в виду, что приспособиться, это можно в хорошем смысле, так как понимать, что приспособиться, скажем, поставить... Как бы... Нужду ближнего... Маленько подверни сюда, чтобы... Поставить нужду ближнего выше своей нужды. И приспособиться, скажем, что по заповеди Христа стали выше, то есть, твоих каких-то... Твоих страстей. То есть, в этом плане приспособиться, я имел в виду. Ну, объясняй. Да что ж тут ответа нету-то? Так. Ну а почему он сказал так именно приспособлениц. Ты ему говорил, что делай как все, как мы. Делай так, понимай как мы. Зачем тебе спорить? Ну я ему сказал, что... Ну, скажем, ты крепок в таких убеждениях. А что, если ты, скажем... Ну ты, вот, сырно, согласись, как бы, с мнением, ну, нашим, в общем, мировым, остроении космоса, вероучительных вещах. Ну ладно, прочитай, что Никита Колесников пишет. Ну это отрывок, то ли я не все скинул, может, неправильно. Ну ладно, 7 часов назад. Да. Прочитай, потом напишешь. Солом 140 стих 5. Пусть наказывает меня праведник. Это милость. Пусть облечает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Ну, а дальше ты тоже до запятой. Точка запятой. Даже не до конца идет. И что дальше, Михаил Кальмаев? Три часа назад. Да, на 23-й минуте ты просишь Романа, чтобы он приспособился ради смирения. Вот, думаю, из роликов это надо искать. Ты говорил Игнатию Тихоновичу, что можно приспособиться ко всему. И что ты сумел приспособиться. Разговор был? Ну, если он говорит, может, значит, был где-то. Ну, это я в этом плохого не вижу, чтобы приспособиться. А давайте в среде что-то говорить, что-то не говорить. Протом я говорю, это тебе не обвиняю тебя, а просто говорю дальше. Так, Маша Лобачева. Я согласен, что написал Михаил. Никита безгода неделя, как уверовал, а сколько зависти у него к Роману. Мне жаль, Никита, что за все это время у нога Гнатия Овнина чему не научился. Очень жаль его. Роман в поиске. К чему это приведет, трудно сказать. Будем за них молиться, Александр говорит. Так, ну, ничему ты у меня не научился. Ты приехал два года. Научился чему-то? Да, многому научился, да, конечно. Ну, а значит, он это не знает? Ты не согласен с Михаилом Лобачевым? Нет, не согласен. Не согласен. Дальше. Так, парализован. А, видите, да, тут у Гали тоже не полностью сообщение. Это просто, видать, нужно обновить страницу. У нее длинные тоже сообщения. У меня тоже длинные. Ну, я не знаю, как есть, открыли. И потом откроешь. Так, парализован во славу Христа. Пишет, у Романа пройдет. Это свойственно новоначальным. Слово Божие вытеснит всю эту православную кашу. В калычках. В моем котелке долго эта каша варилась. А вот Никите действительно нужны крепкие розги. Согласен. Пороть тебя надо. Как говорил Федор Карамазов, драть надо русского мужика. Ну, не согласен с Сергеем? Ну, он прав, конечно. Вот, от пьянки. Ты знаешь, Пилипенко профессор в Новосибирске лечит. Порка терапия. Дальше. Галина Загуляева. Галатам 6.1. Братья, если и пойдет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вот так. Дальше. Дальше. Михаил Кальмайев. 8 часов назад. Страшно не то, что братья поговорили на повышенных тонах, а страшно то, если они оставят все так, как есть. Им нисколько не будет стыдно за неприязнь к брату, по всей видимости, не сейчас возникшую. Если будет стыдно, то это духовная ростка, спасение души. А если не будет, опять оборвано. А почему оборвано? Надо, может, обновить страницу. Это еще раз. Ну, давай обновим. Обновим страницу. Может быть, действительно так. Зачем искать кого-то? Никому понятно. Так. Ну и дальше. Санкт пишет. Злобствует. Вот, Никита, давай. Ага, если это злобствует... Еле сдерживаясь. Никакого уважения к возрасту. С какой неохотой читает. Ленится. Никита, судя по многим роликам, просто приспосабливается, а не работает над собой. Я согласен с предыдущим комментарием. Дай такому человеку власть, и всем не поздоровится. Ага. Вот. Вот, да. Вот теперь, Михаил, ты правильно сказал. Обновили страницу. Год назад. Год назад, когда выезжал из Потеряевки, я размышлял, что же с Никитой не так? И пришел к выводу, раз он дал себе такую установку, главное иметь приспосабливаться, толку не будет. Никакого духовного роста не может быть и не будет. Рядом с вами под одной крышей живут два человека. Это Володя и Никита. Если первый все время трудится над своей душой, исправляя ее, то второй приспосабливается. А это значит, что все ваши труды, Игнатий Тихонович, по исправлению этого молодого человека уходят в песок. Ты согласен? Нет. Не согласен. Не согласен. Вот понимаете, как, Витя, хорошо, что ты отвечаешь. И ты Михаилу это скажешь. Он не трудится над своей душой, он просто приспосабливается к вам и к обстановке в общине. И этот разговор с Романом подтверждает это. Никита не выполнил ваши предупреждения в отношении Романа перед поездкой по Теряевку. Я говорил, что не разговаривать на эту тему. В песенном виде мы с Романом поговорили. Дальше. Этот разговор не принесет пользы ни Никите, ни Роману. А по духу Роман более подходит по Теряевке, нежели Никита. Ты согласен или нет? Нет. Будет видно еще впереди, как это все происходит. Ну, он Михаил говорит-то тоже, что видит. Но ты сейчас согласен или нет? Ну, я бы не сказал. То есть не решаешься сказать. Но с Михаилом не согласен. Не полностью согласен. Не согласен. Дальше. Никите, надо трудиться над своей душой, а не приспосабливаться. Пример рядом. Это Володя. Тогда будет надежда, что эта душа спасется. Только, ну-ка иди сюда, хоть покажи себя, чтобы знали, о ком говорится-то. Тебя видели, нет? Нет. Перешаги аккуратно там дальше. Режиссер наш главный. Потихоньку. Вот он, Володя. Вот. Теперь Володя похвал. Вот когда бывает, что-то где-то начинают безобразничать, говорить вот так вот. А мы ездили. Миссионерская поездка была. Ну, дорога даже Сережа там возникала. Ну, было такое. Хамить начинать. Я говорю, скажи, вот с нами был Михаил Кальмаев в поездке. Ты его видел как? Ну, это ни день, ни два. Представь себе. Мы едем такую даль, до Москвы, потом обратно. Он мог бы эти слова говорить, что ты? Нет. Игорь Третьякову говорю. Ну, ты так себя ведешь. Мог бы Михаил Кальмаев говорить? Нет. Я говорю, когда мы заканчиваем трудовой день, уже там остановились, машину спрятали, ужин сготовили. И когда уже все затихло, а я еще-то у костра еще сижу, Михаил аккуратно подойдет и вот так обнимет. Ой, Игнатий Тихонович, как я благодарен вам, что вы меня с собой взяли. Как многому я научился. И потихоньку опять отойдет. Ты видишь, сколько в нем нежности. Как он ведет себя. Я его стал все время пример ставить-то. Вот где бы ни было, я бы спрашиваю, скажи, мог ли Михаил Михаилович Кальмаев вот так говорить, как ты? Нет. Ну, вот и все, живые примеры где. Значит, ты согласен, что он ставит тебе пример? Или это он тебя зря возвысил? Ну, это он лучше, сам знаешь. Он же с нами обоими общался. Ну, общение. Ну, ты-то считаешь, что у тебя есть эта надежда на то, что твои... А тебе-то он положительно отзывается. Ты не против? Да не против. По православному. Да нет, я хуже грязи. Я такой грешный, супергрешный, архигрешный. Ну, иди с Богом. Он и тут себя... Это мне вспоминается одного долгожителя. Стали спрашивать, это в Скандинавии. Нашли, и журналисты его говорят. Ну, как жили, питались. Он говорит, я горячего не ел, холодного не ел. Сначала теплая была пища. Ну, и еще что. Ну, и не из-за этого же ты долго живешь-то. Ну, что сказать-то. Я никогда не спорил. А журналист говорит, никогда. Он говорит, нет. Может... Да не может быть. Он говорит, может быть и так. Он и с этим не стал спорить. И дальше. Так... Дальше открывается. Это мы прочитали уже, да. Но быть приспособленцем... Это беда, а не радость. Мне его просто жаль. Никита Колесников. Теперь вот оно большое его открылось. Считай дальше. Значит, Псалом 40, стих 5, там, это праведник. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть облегчает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Так, понимаешь, я не разбираюсь, куда делать, что не знаю. А ты говоришь, надо обновить. Ну, почему сразу-то не сказал? Ну, обновили же все-таки. Ну, да, ну, обновил. Я тебя слушаю. Исдавай. Так. Это я отношу прежде всего к комментариям братьев и сестер, которых знаю и могу положиться на их понимание в вопросах духовных. Каю в своем грехе и несовершенстве, в невоздержанности и грубости, переходящей в хамство. Так. Понимаешь, какое дело? Каешься. А где это покаяние твое? В чем оно выражается? Только про себя подумал и лег спать. Ты какую-то эпитиву на себя наложил за это? Вот у меня в жизни было такое. Где-то я сделал неправильно и не зная Евангелия, ничего, и не зная слова «пятимя» не слышал, я себя наказывал. Я тебе рассказываю, в 10-м классе я сижу перед домом, греет солнышко, читая интересную книгу. А отец без руки. Мама, пошли там где-то что-то, ну, дали отходы к улицам везти. И они везут на санках, а уже было, таяло где-то. Я посмотрел, они идут уже недалеко, там дальше-то не видно, где селосная яма-то, куда мы не нужно возили-то. И я не соскочил. Вот это не соскочил, прошло секунд 10. Я по сегодняшний день себя простить не могу. Не то, что я хороший, а я говорю внутренне. Тогда я книжку подожил, соскочил, но уже они подходили к бане. Вот эти, которые 50 метров, они прошли, как первый раз я их увидел. Я мог тащить здоровые крепки. И мне это стыдно было. Я сказал, везли курицам, я не буду есть яйца. И лет, наверное, 20 яйца в рот не брал. Я себя обязательно накажу. Обязательно. Что-то было не так, уж не говорю, что-то не так. Зимой я приехал к родителям, а там, как нынче, снегу было много. Ну, метра на два с половиной. Деник называется, где коров выгуливают. И я за ночь все выкидал, и оттуда кидаю, ну, отец одной рукой это не может сделать, и вилами нарежу, кусками, он снег свежался, и катится, и комки бьют в дом. И мама услышала, что такое бах, бах снаружи. Она не знала. Я пока это не выкидал, до утра, резал и кидал, резал и кидал. Я себя наказал. И где-то что-то было, где-то что-то сказал не так. Я больше ноги туда не ложил. Вот это чувство заложено было во мне. Не знал Евангелия, слова Библии не слыхал. Так, теперь. Вы когда разговаривали, вот Роман-то про меня что-то говорил плохо. Говорил. Я даже не знаю, что. Но тут же сразу звонок. Он только вышел. Игнатий Тихонович, я с Потеряевки после вашего разговора, я на коленях стою, я прошу вас, простите. Я вот о вас отозвался неположительно. Простите меня. Я говорю, ты что ты гонишь-то? Как говорится, пургу гонишь? Да я знать не знаю. Что бы я держал-то? Я вообще ни на кого не держал, у меня не было. Это моя мама была такая незлопамятная. Она никогда не обращала внимания. И как-то я усвоил это. У меня этого нету. Я говорю, ну успокойся ты, будь спокоен. Да нет, я сказал, да и мне места нету. Совесть меня мучает. Как считаешь, он правильно говорил? Когда звонил вам? Да, когда звонил, что он не играл, он это действительно такое чувство в нем было. Было, конечно. Я со слезами прошу, прости меня, Игнатий Тихонович. Я на коленях стою перед вами. Дескать, разгрузи меня. Вообще-то этот поступок его как рассматривать? Положительно? Ну, конечно. Ты не хотел бы это сделать, сейчас позвонить Роману? Вот сейчас прямо. Забросто. Где-то телефон? Тащи. Где-то есть. Дай ему телефон. Так, смотри, не сбей аппарат. Набирай номер, а я пока буду считать, что ты дальше говорил. Это видео во всей Наготех показало мою неразвитость, это Никита пишет, вчера написал. В общении с людьми на подобного рода темы. Благодаря этому я осознал некоторые свои ошибки и постараюсь больше к ним не возвращаться. Поверьте, я сам этому не рад. Это причиняет мне различные неприятности в моей жизни, огорчение ближних и самого себя. Ну что? Звонить ему, да? Звони, конечно. И сейчас, если хочешь, так же встань на колени и проси, уж слезы ты не выжмешь из себя. Попросить прощения желаешь? А есть номер еще его? Я даю, попрошу прощения. Так, ну, звони на Витю. Витя рядом. Да он тоже вот ездит сейчас. Кто, Витя вот ездит? Да, он к сестре выехал. Давай я еду. Давай, позвони. Вот он сейчас звонит. Пока дозвонишь, ты скажешь, я дозвонился. Вопрос. Если бы мне снова пришлось пережить это событие, то имея этот опыт, как бы я повел себя на этот раз? Лучше было бы сразу обрубить все с самого начала и не развивать эту тему. Но тогда не раскрылась бы эта болячка, прежде всего нашего с Виктором оппонента. Лучше было бы промолчать, не снимать. Никто бы и не узнал, какие мы на самом любящие ближнего братья в Ахресе не снимать. Нет, я дал тебе указание снимать. А снимки не надо говорить. Это правильно. Но мне это показалось очень полезным опытом. Я с тобой согласен. Для всех. Особенно членов наших общин в Барнауле-Потеряевке. Как только найдешь его, кого-то из них, скажи, Никита желает поговорить? Считай дальше пока. Конкретно слово «приспособиться» я не говорил Роману, но пусть будет приспособиться в понимании. Это совсем неплохое слово. И мне лично, совсем не лишним будет уметь ставить потребности ближних, выше своих, заповеди Христа, главенствующими над мыми прихотями. В этом смысле приспособиться. Римляна 15,6. Вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Филиппийцам 2,2. То дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Приспособиться Роману-малышу в контексте принять общемировое понятие о шарообразности нашей планеты, чтобы не стать подсмешищем среди людей и не входить в конфликты. Мысль-то твоя благая здесь была. Да. Приспособиться это искать ответ в Библии на все вопросы касательно спасения и веры, а не верить на Слово всему, чему наполнена мировая сеть. Мировая сеть сейчас что угодно там пишут, они сидят и выкабуривают. Первое Коринфянам 1,10. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ну ладно, спросите. Дальше. Я выполнял установку Игнатия Тихоновича не поднимать с ним тему о плоской земле, но как будет видно, не я первый ее начал. Нужно также учесть, что это не спонтанно воспыхнувший разговор. Этой темой неоднократно Виктор, а потом и вместе с ним я были фраппированы романом. То есть и никакие доводы... Что означает фраппированы? Ну, ошарашены, ошаловлены. Так ты пиши, зачем не люблю, когда толкают слова, которые люди не понимают. Хорошо. И никакие доводы на него не действовали. А роман Малыш, человек, как видно, волевой, активный, весьма неотступный, своим напором просто загонял нас или в угол, или в недоумение. Неоднократно предупрежденный, что он одержим злым духом лжи. И если не прекратит упорство, то рискует закончить полным безумием. Это мои слова ты сказал. Правильно, я в это верю. У романа главное, это подослан злобный, лживый дух. И он его... Самое лживое, где есть, он это берет и там стерлигом, там слава крашененникам, там динозавр по земле, совершенно не разбирает. Он не может таким быть. Я считаю, что это именно от сатаны. Да, веснованием. А именно, после неоднократного нашего разговора с ним, я взялся за камеру, чтобы показать, что происходит с нами в Потеряевке за кадром. Я и привез это видео в город, зная, что оно может оказаться на канале. Подобную реакцию комментаторов я ожидал. Как видно из названия ролика, последуют еще и другие, которые помогут раскрыть в полноте происходящее с нами тогда событие. А что из названия ролика ты узнал? Ну там номер один, старцы, номер один потом называют. Только номер один, я тут вернусь назад. Скажи, а ты понял, что это Псалом 104, 31? Я еще не смотрел даже, честно говоря. А вы пришли какой? Пришли разные. Как это название ролика? Если ты один заметил, то мог дальше досчитать-то. И почему именно старцы? Потому что о старчестве вы говорили там. Да, это да. Дальше. Пришли разные насекомые. А это к чему я взял вдруг такое? Ну как-то объясняли, но я не запомнил, что... Ну ты сам-то как, когда просчитал? Люди-то другие-то, вы название еще не нашли? Я, честно говоря, не нашел. Не нашел. Ну ладно, я не буду говорить. Дальше. Ну а вакуум 1.8, то есть скакали с места на место. Так. Так. Считаем дальше. Еще нету их? Нет. Ни вектора, никого нету. Ну постарайся вызвонить. С Ромом и Лышом мы расстались в мире. Впрочем, после каждой такой конфронтации мы скоро мирились и очень дружелюбно относились друг к другу. Мне приходилось лишь каяться в своем грехе раздражительности, несдержанности и последующем за ним остановке в духовном росте. А Роме, кроме всего прочего, еще в непонимании с окружающим миром, противлении истине и проистекающем из этого упадке духовных и физических сил, чувстве одиночества и тоски. То есть это чисто одиночество тоски у Романа? Ну да, видно, он один. Ну понятно, он один. Я вот затеял, что земля там плоская, горизонта там никакого нет. И я тут доказывал, я сказал, что на эту тему больше не разговаривать. Большие доводы, чем я ему сказал, это нельзя придумать даже. Мне очень жаль, если я кого мог привести в соблазн. Прошу прощения и правильных молитв для освобождения меня от моих страстей и преуспеяния в служении Господу Иисусу Христу. Ну когда ты вот начинаешь хамить, там против, там сейчас увидишь как. Ты считаешь, а ты это сам по себе делаешь или тобой дьявол руководит? Ну это он меня раздражает, конечно же. Дальше. Иаков 5,16. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. 1 Царство 2,25. Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Это твои слова, что впереди написано? Да. Теперь Михаил Кальмаев не стремел приспособиться. Дальше что он говорит? Вспомним. Так, Никита, на 23 минуте... Это уже ты прочитал дальше, вот теперь открылось дальше. Вспомни. Я искать не хочу, но ты должен помнить эти свои слова. Пойми, брат, эта установка неверна. Она блокирует все, что в тебе есть хорошего и не ведет к духовному совершенству. Эта установка на внешнее делает из тебя приспособленца. Рядом с тобой есть люди, горячие и ошибающиеся бывают. Но я не слышал ни от кого, чтобы у них была цель приспособиться. Знания окружающего тебя мира здесь тебе не помогут. Чтобы сопереживать, любить, искать пользы ближнему, к этому не приспособишься. Этим жить надо. Пример Игнатий Тихонович. Ну, Маша Лобачева, тут она все сказала, Сергей парализованный, все. А вот Галя, дальше, дальше пишет, что она... Моя дочь, услышав это видео из другой комнаты, спросила, мама, что это за скандал? Беседа проходила в духе кардинально противоположном кротости. Согласен? По частям, дальше. Федор Студит в послании к Чаду Амнону писал, дерзость мать всех пороков. Дальше. Прилично ли христианину беседью потреблять подобное обращение? Да не строй ты морду свою. Твои слова? Да, мои слова. Ну еще, как ты мог до этого дойти, вообще я понять не могу. Брат сидит верующий, разговор идет, а ты что-то... Да он не так состроил лицо, там, мимику какую-то, ну и ничего даже, нас не трогает, но... Ну это ж брат при тобой, а не дядя мирской. От того есть смелость, кавычках, и уверенность, что брат не поступит, как писал Соломон. Толчок в нос производит кровь. Притчи 30-30. А он мог бы тебе дать. Как ты думаешь, если бы он стал с тобой бороться, кто победил? Да я бы не боролся бы даже. Ну если бы. Да он сильнее поди меня. Ну вот я даже разговариваю с него. Дальше что пишет? Вы, братья, конечно, очень отчитанные духовные. Знаете, кто есть старец, а кто лже-старец. Вот только Христа Алчущего не признали и встретили его с дороги, с пустой кастрюли. Пусть голодный спать ложится, пост ведь на дворе, да и время 11 час. И Матфея 25 глава там. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Тогда не скажете ему в ответ. Господи, когда мы видели тебя Алчущим и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ. Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из тех меньших, то не сделали мне. Храни вас Бог. Вот это я не знаю. Ночью приехали, ночью готовят неожиданно. Что, у нас пустые кастрюли. Я, например, всегда так говорю, но я ему даю сухарей, вода, чай, варенье, лук, чеснок. Ну что, есть где-то где-то. Ну готовят среди ночи, приехавшему. Чего ради-то? Никак. Даже об этом у нас мыслях нет. Михаил Кальманов. Так, страшно не то, что... Вот он сказал, а то уже прочитали? А ну-ка, читай дальше. Не то, что братья поговорили на повышенных тонах, а страшно то, если они оставят все так, как есть, и им нисколько не будет стыдно за неприездник брату. Так что вы не можете вызвонить? По всей видимости, не сейчас. Ну вызвони ему, дай, чтобы прям сразу подавать. Скажи, дозвонился. Подавай. И скажи, зови Романа скорее к телефону. По всей видимости, не сейчас возникшую. Если будет стыдно, то это духовный расплак спасения души. Ну да, а если не будет стыдно, а не приезд, будет продолжаться и углубляться в погибели души. Согласен? Виктор находится там, где родители у него завьяло, у Ольги. Так, теперь, ну Романа-то... Он сейчас должен прислать по смс-ке телефон его. Сейчас пришлет и будет. Ну скажи, срочно к телефону требует. Было бы как раз место. Дальше. Так, правда, Люд. Вот такие пишут, правда, Люд, это я все убираю. Мне это не надо. Вот это ни фамилии, ни имя, ни фотографии, ничего нет. Это что-то человек за собой знает. Может, он хорошо говорит. Не могу тебе это. Я всех предупреждаю. Ставьте фотографию в имя, фамилию. Так, конфликт Романа и Никиты нельзя оставлять Игнатию Тихоновичу без внимания. Ролик нужно разобрать по деталям, показать, кто и где в данном случае был неправ. Это разрядит обстановку. А Роману и Никите нужно друг у друга попросить прощения, примириться и дальнейшие спорные вопросы по трактовке священного писания предоставить более компетентному в данном вопросе человеку. Ну, компетент, а то другое, ищет этот правдолюб. Хорошие слова, все, но я пока оставлю, но я уберу потом все равно. Повторяю, что ко мне заходить сюда на наши ресурсы только. Ставьте фотографию, даже вот беседы, когда беседуем, это молитва или где-то. Дальше. Надежда Тишли. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Бытие 3.23. Работайте над собою. Видишь, как дальше. Еще пишет. Чего в Библии нет, о том не рассуждайте. Испытывайте духов. От Бога ли они? Еще-то третий раз отдельно. Вот это тоже не надо. Писать только один раз, собрал вместе и поставил один раз. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. От Марка Святое Благовествование. 10.43. 10.43. Поэтому вот говорю, что сегодня мы прошли, так следующий раз, Надежда, посиди, поработай, и не так вот. Раз спонтанно, раз спихнуло и пошло. Все хорошие слова, но только в одно пишите. Я сказал, одно за неделю. Так, Игорь Иванчик. У Никиты злоба скапливается, видимо, не в своем он месте. Насчет Романа. У Романа критический склад ума. У меня такой же взгляд. Тоже люблю допытываться. Для прогресса такие люди и нужны. Если бы все были как Никита, то до сих пор бы жгли ученых на костра. И жили в средневековье. Надеюсь, Роман увидит этот комментарий. Пусть продолжает поиск всех благ. Как раз наоборот. Это по Роману. Он плоская земля берет. А Никита, он говорит, надо признавать ученых. Роман вообще, он слышал у Германа Стерлика, стенки поставить ученых. Я говорю, Меделеев, враг. Я говорю, космонавтов 250 было. Не было космос, не летали. Вот это нельзя. То есть он все отрицает, нет. Это нигилизм, основанный на незнании. Блокировка полная. А какой бы ни сказал, он против. Я Роману подсказал, больше говорить не буду. Дальше. Александр Гунин пишет. Напоминает Дом 2. Ну смотри, вот какое-то значение. Масонский тут какой-то крест ставит и прочее. Кто он такой? Гунин. Я не знаю. Просто удаляю. Если еще раз придет, заблокирую. Александр Самедов. Вот видишь как, фотография, фамилия, имя. Вот это вот так вот и делает. Александр Самедов, вот пример, как Михаил Кальмаев. Подобные беседы не назидательны, а только разрушительны. Поэтому тут правых нет. Не нужно участвовать в подобных беседах, но избегать их. Имеющему же власть пересекать и останавливать. Тут видна одержимость двух сторон. Явная и скрытая. Но все же скрытая показала лицо, хоть и за кадром. Хоть и за кадром. Ну как, ладно сказал он. Ладно. Второй раз пишет он Самедов. А вот это второй раз нежелательно. Ну, бывает. Дальше. Умы людей в мире захватывают сейчас через разные шоу. Музыкальные, интеллектуальные и политические. Цель одна. Разобщенность. После многих разных просмотров подобных шоу у людей мнение может меняться по несколько раз по одному и тому же вопросу и к одному человеку. Но худшее то, что через просмотр человек становится как бы соучастником шоу заражается не созидательным процессом, а разрушительным сознанием. Принимая одну сторону и поддерживая, а другую сторону отвергая. А впоследствии зарождается и ненависть к отверженной стороне. С участием в видеороликах романа ролики выглядят как шоу, несущее определенную цель. Ну ладно. Алексей Медяник. Всем троим надо послушаться у старца, которых уже не найти. Дом 2 устроили, два сектанта и земля плоская с розгами на попе. Ну, откуда он взял это? Дом 2 устроили, два сектанта. То есть ни одного слова истинного нет. Он забрел не на то место. В другом месте пусть где-то говорит это. Дальше. Немытый хохол. Правильно говорит Игнатий Тихонович. Отправьте его к Дудину. Ну, не говорится. Вот тоже вот. Я бы убрал это сейчас. Немытый хохол. Дальше что? Это алмазка. Вот это ни фамилия, ни имя, ничего нет. Я убираю. В следующий раз заблокирую. Дальше. Вот это да. Не крути морду. Разве так можно с братом, Никита? Вот твоя сущность. Ну, тут простое. Дальше. Никита очень плохой человек. Игнатий Тихонович, поговорите с ним. Я уже поговорил. Но я вам сказал, что удаляю. Не туда вы зашли. Ну, не туда. Ужас, как Никита разговаривает. Евгений Малахов. И там еще какие-то мужики. Еще что-то есть. Дальше. Так. Пример из Библии, которая, казалось бы, противоречит Писанию. Кавычка. Тогда один человек и сынов пророчески сказал другому по слову Господу. Бей меня. Кто-то с тобой Никита хотел поговорить. Но это человек не согласился. Витя. Роман. Дозвонился, да. Давай, Роман. Давай, дай сюда. Передаю трубку. Давай. Может громкая связь получится. Так я расскажу маленько. Да, да, да. Роман. Доброе утро. Мы разбираем тут ролик, под которым там вы где-то спорили. Это тут много отзывов. И сейчас Никита с тобой будет разговаривать. Будь внимательнее к нему, как я к тебе. Дай. Сейчас. Да давай ему. Еще ты. И пойму. Давай. Нет. Не пойму. Еще вы давите-то за счет. Алло, Роман. Не слышно. Презо так говорить. Ну, ну, ничего. Зима. Да. Мы тут сейчас записываем ролик со всеми вот этими комментариями, со всем, что это вышло. Но я теперь хотел бы именно прилюдно, ну, чтобы все услышания, ну, сказать, что я каюсь. Ну, скажем, очень... На коленях каюсь. Я тебе говорил, как Роман мне звонил. Я, говорит, на коленях, Игнатий Тихонович, прошу прощения. На коленях я хочу попросить прощения, ну, за свое грубое отношение к тебе. Ну, и те слова про морду, в частности, которые ты от меня услышал. Это, как бы, не знаю, со зла, не со зла. Ну, в общем, я с собой не контролировал в то время. Нужно мне быть в этом деле более смотреть за собой в этих вопросах. Вы принимаешь мои извинения в этом случае? что ты? Ну, говори, что он говорит. Сюда поверни, туда, гостон. Так, что говорит? Он говорит, что он упринимает, конечно, но он уже даже забыл. И это представляет как то, что это ему тоже от Бога все было. Да? И что ты еще хотел сказать? Ну, в общем, он берет, как бы, вину на себя даже. Он меня даже не обвиняет в этом случае. Ну, ты плакать не можешь, конечно. А Роман мне звонил, когда там говорили, он говорит, я про вас что-то говорил, вот я сразу поверил, у него искреннее было раскаяние, очень искреннее. Да. Хорошо, Роман. Ну, простил тебя он? Идет пост, тем более сегодня канон Андрея Критского считается полностью. Помилуй меня Божье, туда вложи все. Я тебе на это хамство указывал неоднократно. Это мне вы говорите сейчас. И про тебя я говорю. Хорошо, ну, ладно, мы же приедем тогда уже, когда увидимся, тогда уж, дальше продолжим жить в мире. Хорошо? Ну, дай мне его. Сейчас именно Тихон еще поговорит. Ну, и как? Ну, да. Ну, ладно, ты только ничего не имей. Будь свободен. Сегодня же канон Андрея Критского полностью считать будет. Чтобы ты молился, тяжести не было. Выпустите, говорит, узников на свободу. Да нет, ничего, я никогда не буду так выяснять. Ну, и ладно, слава Богу. Как у тебя с трудами-то? Ладно, все? Ну, во славу Божию, отошел я, да? Все, с Богом. На, Никита, еще пару слов какие-то скажи ему. Ну, все, Роман, благословите Господь тебя в твоих начинаниях и трудах. Дальше. Спаси, Христос, с Богом. Дальше, смотри. Вот теперь считаем. Бей меня. Так, и сказал ему, бей меня. Но этот человек не согласился бить его. И сказал ему, за то, что ты не слушаешь гласа, там, Господня, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня. И пошел он от него. И лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал, бей меня. Этот человек бил его до того, что изранил побоями. Третье царство, 20, 35, 37. Дальше. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь, так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Иезекииль 4, 12, 13. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии, иди, возьми себе жену-блудницу и детей-блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. Осия 1, 2. Один из примеров современных. Один верующий человек, близкий в отношениях с Богом, шел как-то по улице. Увидел очередь из людей, стоящих к гадателю. Хотел идти дальше, но Бог ему говорит, встань в очередь. Он сначала засмущался, но в луг Божий ему опять повторил. В итоге он встал в очередь. Когда очередь дошла до него, гадатель просто посмотрел на его руку и сказал, что ничего не видит. Тогда верующий хотел идти дальше, но Господь сказал ему опять встать в очередь. В итоге то же самое и в третий раз Бог сказал ему встать. Когда подошла его очередь, гадатель опять его отсылает. Тогда другие люди занервничали, засомневались, что это гадатель опять его отправляет ни с чем. Тогда гадатель и говорит, знаете, это не я вам предсказываю. Рядом с мной стоит темный человек и говорит мне, что надо. И когда подходит этот мужчина, то с ним рядом стоит белый человек, кавычка, и темный человек. В это время исчезает. Поэтому я ничего не могу сказать. Люди были ошеломлены. В итоге верующий человек сказал, что он христианин, и многие стоящие там людей обратились к Господу. Сначала может показаться, как этот верующий и стоит в очереди гадателю. Я бы, наверное, мог осудить такого человека, если бы, например, увидел знакомого христианина в такой очереди. Ну и дальше тут один пишет. Он по-немецки пишет. Я не знаю немецкий. Ну и куда дальше идти, когда сатана стоит между ними. И как такие братья могут жить вместе? Ну вот так. Поставьте тут свою фотографию. Эмиль Ремче. Так. Ну и все. Пока говорили, еще кто-то зашел. Сейчас я ткну его. А, ну это другому пользователь сказал. Что он сказал? Какие милые голуби, какое деликатесное мясо. Конечно. У нас меня держали три собаки. Отец на нашу смотрел. Был пират черный. Говорит, это собака ценная. Наворотник. Наворотник. Вот. Не назидательно. Ну и все остальное мы просчитали. Вот что мы нашли в этом ролике. Сегодня я выставил второе продолжение. Вот это. Тут еще будет третье. А вот это будет четвертое. Второе. Старцы. Выставили 6 часов. Уже 297. По-моему, если обновить их, может и больше будет. Сейчас поглядим. Там тоже уже комментарии есть. Выше, выше, выше. Где он? Еще выше. А, вот она. Ну тоже. Номер второй. Зацепился. И сейчас ты, я говорю, ну покажите, где я солдал. Больше ничего нет у вас. Ну покажите, где я уголь. А каждый день уже другую. Повстри, пожалуйста, насчет бесовской лжи. Сейчас ты говорил только что. Ты сейчас только за... Ты прекратил сейчас съемку. Я хотел еще разговаривать. А ты быстро ты почему. Тебе не понравилось. Вот чем дело. Там, где тебя обличают, тебе не нравится. Я сразу прекращаю. Все, хватит. Все, пошел. Потом ты еще делаешь одну вещь. Мы разговариваем с Виктором Николаевичем. Ты там тихоря раз. Как будто с этой камерой там. Тебе то есть интересно заснять, что такое, чтобы Романа Малыша выставить дурно в свете и потом хихикать. Ты ползнул, что есть пацаны подхихики вот такой. Понимаешь? Подхихики. Ну ты боишься, что ты справишься. Ты уже от обиду это стало. Причем, это не от обид. Это обличение уже. Понимаешь? Потому что я не... Ну ладно, мы останавливаем это дело. Посмотрим, отзывы какие-то были. А то ночью я поставил сегодня. Так, Надежда Тишли пишет. Роман, прислушайтесь, помоги вам Господи. Дальше. Дмитрий Шилов, пилите больше таких видосиков. Видосиков? Что-то это... Мне что-то не нравится это слово видосиков. Что-то он смеется или что? Ну да. Ну да, но ничего не скажу. Дальше. Александра Харченко. Курнули сибирской конопли, которая сушит для зимы. И выпили святую воду и сошли с ума. Ну это так пришел, это не к нам забрел. Никто не пил, не курил, ничего нет. Дальше. Иван Артюшкин. Кто-никак. Сидеть человек, фамилия, имя, фотография. Вот как Иван Артюшкин. Я не считал, что он говорит. Дальше что? Кто-нибудь мне ответит, что случилось с малышом. Я переживаю за него. Так что случилось? Теперь только ты ближе всего был. Что? Володя, можешь ответить на вопрос? Ну только что говорил, по телефону нам рассказывал. Он сказал, упал с коня, говорит. Что говорит? Он уже сказал по телефону, я упал с коня, говорит. Ну а что ты, с какого коня? И он мне сказал эти слова. Ну не знаю, что дальше. Что говорит? Так, Никита, я был о тебе лучшего мнения. Непонятно кто. Ни фотографии, ни чего. В следующий раз я буду убирать. Дальше. Никита их лбами столкнул и поддакивает. Виктор верно говорит. Вот ведь, Александр Самедов. Фамилия, имя и фотография. Ну и уста Романа правы о своей одержимости и погибели. Продолжение шоу. Пишет. Подобная беседа не изназидательна, а только разрушительна. Виктор сохраняет в спокойствии благодатью Божией рассудок его здрав. Не нужно участвовать в подобных беседах, но избегать их. Имеющему же власть пресекать и останавливать. Дальше. Райхан Загидулина. Совершенно нет смирения у Романа. Прости, Господи. Ну больше ничего пока нет. Завтра, если сегодня ночью я поставлю, там у них еще разговор был. И вот этот самый ролик. Но все на этом. Что-то хочешь сказать? Больше нет? Нет. Ничего нет. Во славу Божию. Прости, Господи, если чем погрешили. О, вообще жесть.